Допустим, в команде Навального есть, скажем, Милов, который явно такой же Путин, только с другой стороны, по крайней мере, по отношению к нам. Есть, допустим, Ходорковский, для которого Северный Кавказ это Россия, и он пойдет туда воевать. Есть Шендерович, допустим, для которого абсолютно у него нет таких убеждений, таких высказываний, мы не знаем. Поэтому давайте, наверное, будем отделять хороших от плохих. Туристы – это очень хорошо. Это великая глупость, если кто-то выступает против туризма. Туристы – это очень серьезный приток капитала в регион. Поэтому ни в коем случае нельзя, на самом деле, отпугивать туристов. Тумсо, как думаешь, почему якобы либеральные интервьюеры не берут интервью у таких, как ты? Я бы не сказал под либеральных интервьюеров. Там многих можно в эту категорию отнести, и с многими из них у нас очень хорошее отношение. И мы записывали интервью. Допустим, в команде Навального есть, скажем, Милов, который явно такой же Путин, только с другой стороны, по крайней мере, по отношению к нам. Но, скажем, есть Любовь Соболь, есть Руслан Шаведдинов, которыми я записывал интервью, и тот же Волков. Волков, например, у него есть слова по поводу отделения республики. Он говорит, я не вижу смысла им этого. Даже если они это захотят, и мы их относим, ну и что? То есть там разные, понимаете, люди. Да, здесь можно, конечно, говорить о том, верить или не верить, и так далее. Но я сужу по каким-то внешним признакам. Я имею в виду, что это вся категория людей. Ее мы относим к либеральной, да, сейчас так принято называть. Ну, среди них есть те, с кем у нас нормальные отношения, с кем были, возможно, еще будут там и интервью, и какие-то включения. Но есть те, с кем, к сожалению, их не будет. Если даже будет, то это будут какие-то дебаты. Нельзя просто всех вот под одну гребенку, понимаете, когда мы говорим вот у российских либералов, и всех их списываем. Но есть, допустим, Ходорковский, для которого Северный Кавказ это Россия, и он пойдет туда воевать, да. Есть Шендерович, допустим, для которого абсолютно, у него нет таких убеждений, таких высказываний, мы не знаем. И наоборот, у него всегда очень, как бы, правильные оценки. Поэтому давайте, наверное, будем отделять хороших от плохих. Кадыров решил сделать ход конем и не брать Москву, а решил сдать всю Чечню, говорит. Кадыров не делает ход конем, он делает ход с конем. Нужно правильно писать. Я сделал ход с конем, сказал он, наверное, как-то в одном из своих интервью. Сейчас я обратил внимание на Дагестан. Очень много сейчас таких инцидентов происходит в Дагестане с туристами. Я пока не могу дать свою оценку, это что это? Это какой-то заказ, это специально делается? Либо это просто реально так происходит, люди сами это делают? Сейчас почему-то целенаправленно как-то Дагестан пытаются в России демонизировать его как-то максимально. Уже несколько инцидентов, когда туда приезжают туристы и за их какое-то поведение, они не соответствующие нашим традициям. По адрес-коду или по поведению, неважно. На них прям жестко наезжают, до рукоприкласса там где-то доходят. И это разлетается по различным группам. Разумеется, там в России все сидят и ужасаются. Дагестан ни в коем случае нельзя, Махачкалу нельзя. И некоторые блогеры популярные приезжают, опять тоже плохо говорят о Дагестане. Спроста ли это? Вот что интересно. Я надеюсь, что это не какая-то специализированная такая тема, подготовка к чему-то, какому-то большому кипишу. Надеюсь, что не для этого. Но это очень подозрительно, что такое внимание сейчас, именно негативное, обращено на Дагестан. Туристов сейчас куча на Кавказе в связи с тем, что не вариант выехать за границу, потому на Кавказе все-таки участились негативные случаи. Смотрите, туристы это очень хорошо. Это великая глупость, если кто-то выступает против туризма. Туристы это очень серьезный приток капитала в регион. Поэтому ни в коем случае нельзя на самом деле отпугивать туристов. То, что туристы себя ведут неподобающе, это нужно пресекать. Нужно делать так, изначально создавать условия, чтобы туристы не вели себя неподобающе. Но пугать туристов ни в коем случае нельзя. Если что-то происходит, таких туристов, которые, допустим, нарушают, с этими туристами должны работать специальные органы. Я сейчас говорю о нормальной ситуации, имейте в виду не про Россию, понятно, что там никогда такого не будет. Но я это говорю на будущее, чтобы мы с вами на Кавказе, нам с вами жить дальше, независимо. Мы должны это помнить. Мы все равно, иншаллах, добьемся нашей цели. С помощью Аллаха мы будем, независимым будем, иметь свою государственность. Для нас будет важно, чтобы мы были привлекательны для туризма, чтобы к нам ехали, посещали нас с удовольствием. При этом с удовольствием соблюдали наши правила, не нарушали их, но знали, что даже если они их нарушат, с ними не поступят по беспределу. А с ними поступят так, как положено по закону. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать вот эти вот беспредельные какие-то прецеденты. С этими людьми, по идее, должны работать специальные органы. Это полиция. Если вы когда-либо бывали в Арабских Эмиратах, то прямо рядом с Эмиратом Дубай, который является таким туристическим раем, там все в принципе полно зеленое, никаких ограничений нет. Кроме там каких-то явных. Ну там, допустим, распитие спиртных напитков в каких-то заведениях, там кальяны и так далее, это все нормально. Но прямо рядом с Дубаем, вот между этими двумя Эмиратами, нет даже какого-то пустыря или реки. Прямо ты едешь и вот ты переходишь из одного Эмирата в другой. Есть Эмират Шарджа. Вот в этой Шардже, там уже все гораздо строже. Запрещены, например, кальяны, кафешках и так далее. Там, разумеется, распитие спиртных напитков. И Шарджа не может турист в своем купальном наряде, там, да, в плавках или в купальнике девушка, они не могут идти по улице. То есть вот та зона, пляж, да, где они купаются, или, например, их отель, где они остановились. Вот на этой территории, там все отели с бассейнами, всякими джакузями. Вот там внутри, пожалуйста, в своих купальниках, в плавках купайтесь. Вот на пляж пришли, пожалуйста, там тоже, это ваша территория, зона. Но из гостиницы идете на пляж, будьте любезны, одевайтесь подобающе. И если ты не оденешься, примерно, ты выйдешь, нарушишь, что с тобой произойдет? Позвонят в полицию, или если они будут приезжать, там, полицию увидят, остановят, докажут в соответствии с действующим законодательством. То есть вот такая вот, как бы, должна быть мера. И приезжающие туристы, они должны знать эти правила. То есть основой является то, что изначально все это должно быть открыто. Люди должны понимать, что можно, что нельзя, что соответствует нормам, что противоречит этим нормам, чтобы они были защищены. То есть ты, если ты знаешь, что ты защищен, если ты, зная, нарушил, то, ну, тогда ты должен ответить за это по закону. Беспредел, конечно же, недопустим. Поэтому то, что в целом какая-то вот антитуристическая аура создается, это плохо. Это плохо, что туристы будут бояться посещать, это очень плохо. Наоборот, надо создавать благоприятные условия для того, чтобы туристы ехали. И при этом создавать такие условия, чтобы они не нарушали правила. Ответственность за ненарушение в первую очередь лежит на власти. Нам надо с вами смириться с тем, что мы в первую очередь, вот та власть, которую мы избрали, над собой поставили, эта власть должна заниматься, создавать все, все условия для того, чтобы комфортно люди могли жить, не нарушая. А если они этих условий сами не создают, то перекидывать эту ответственность на туристов, на граждан, это неправильно, такая власть нас не устраивает. Вот после того, как эта власть сделала все необходимое для того, чтобы предотвратить возможные нарушения, если они все равно такие нарушения происходят, вот тогда уже нужно наказывать, но в соответствии с законом. Субтитры создавал DimaTorzok